Впервые за долгие годы быт не причиняет Риме Константиновне стольких неудобств. С октября пожилая женщина живет в комфорте. В однокомнатную квартиру в новостройке ее переселили из настоящей халупы. Так называет свое прошлое жилище Рима Бурдина. Когда мы жили, у нас печное отопление было, ни воды, ничего, так само собой. А теперь, по моему возрасту, конечно, я довольна. После этого мне кажется, что здесь царство как. А жила она вот в этом доме с резными наличниками. Ачур постепенно избавляется от бараков еще до революционной постройки. Жители 11 домов, а это 32 семьи, живут теперь в благоустроенных квартирах. Заканчивается более чем вековая история этого дома. Он уже пустует. Отсюда переселили пять семей и готовятся к строительству ЗАГСа. Так что здесь будут играть свадьбы. На переселении людей из ветхого и аварийного фонда Ачур получил свыше 23 миллионов рублей из Федерального фонда реформирования ЖКХ и регионального бюджета, добавив лишь 2 миллиона из муниципальной казны. Конечно, если бы не было программы 185-го федерального закона, не было бы фонда содействия реформирования ЖКХ, нам бы вообще было нереально участвовать в переселении. Софинансирование там идет 91% это бюджет Федерации и региона, и только 9% на реализацию программы идет из бюджета города. Деятельность Федерального фонда продлили до 2016 года, в связи с чем губернатор Виктор Басаргин поручил краевым и муниципальным властям проявить активность в решении вопросов переселения. За пять предыдущих лет при Каме удалось привлечь около 7 миллиардов рублей из госказны. Их направляли также и на капремонт. Сейчас перед правительством Пермского края, губернатором Пермского края поставлена задача продолжить работу по реализации 185-го федерального закона, подготовить трехлетнюю программу по переселению граждан аварийного жилищного фонда, и поставлена задача охватить этой программой весь аварийный жилищный фонд, имеющийся на территории Пермского края, признан таковым на 1 января 2012 года. В общей сложности в 2012 году в Перикаме за счет этой программы свои жилищные условия улучшили более 4 тысяч человек. Порядка 40 тысяч квадратных метров обветшавшей жилплощади ушли под снос. Елена Закирова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.